Сегодня президенту Лукашенко, батьке беларуса, исполняется 70 лет. Сегодня 30 августа 2024 года. То есть мы понимаем, что Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Ему 70 лет. Путин наградил его медалью за заслуги и прочее. Это, конечно, очень приятно, когда какая-то другая страна думает о тебе. И это показывает, насколько крепка дружба между Россией и Беларусью. Да, батька Лукашенко. Знал ли он? С одной стороны, это все хорошо, награды замечательные. Но я хочу сказать, как легко одним мановением палочки какой-то волшебной можно разрушить всю семью. Можно загубить всю семью. А ведь Лукашенко действительно старался для Беларуси. Он старался, так старался удержать ее в руках. Да, он обязан был делать многие вещи, которые общая диктовка есть для всего мира, для всех президентов. И он обязан был выполнять. Поэтому он брал на свою территорию ЧВК. Поэтому он брал и иностранных наемников, которых в большом количестве завозили еще за два года до начала войны. Завозили, помните, мигрантов по 20 тысяч, которые прорывали потом границу с Польшей. И это все было, друзья. Это нужно было для того, чтобы наполнить страну военными. Когда наполнили страну военными, особенно ЧВК, ЧВКшниками наполнили и заставили батька Лукашенко признать их и дать им возможность находиться на территории Беларуси. Ну, плюс еще иностранные наемники какие-то перешли границу, но большую часть Беларуси вынуждена была под давлением оставить у себя. И не просто оставить, но кормить все это время. Да, казармы, кормить. Что делает армия, да? Что с ней нужно делать? Обеспечивать хозяйственное обеспечение, продуктовое обеспечение, военное обеспечение. И этим всем занимались на территории Беларуси. И таким образом батька Лукашенко постепенно заманили в капкан. Капкан, из которого ему же было не вырваться. И когда в 2023 году, 9 мая, на параде в Москве, он уже еле передвигал ноги, он еле шел. У него был катетер на руке, у него была капельница стояла, его раздуло. Было видно, что он не мог даже дойти от Вечного огня вверх туда, к мавзолею, куда поднимались все президенты пешим ходом. Ему предоставили автомобиль, гольф-авкар называется, ему предоставили. И повезли его туда. Ходить он уже не мог. Батька Лукашенко. 10 мая его не стало. Он приехал попрощаться со всеми. Теми президентами, которые, посмотрев на него, должны были все понять, что с ними будет то же самое. Это, с одной стороны, прощальный такой был посыл от батьки Лукашенко. А с другой стороны, это был все-таки больше урок для других президентов от президента Российской Федерации. Да и не только как бы от него, друзья. Это Китай, который стоял сзади и управлял всем действием. Китай сегодня в роли Карабаса-Барабаса с кукольным театром во всем мире. Да, друзья, еще очень давно советником, который управлял Кремлем, сел контрразведчик из Китая. Я делала об этом много роликов, посмотрите, 5 лет назад, 6 лет назад, посмотрите, все это есть. А вот охрану, охрану предоставили МОСАД, израильтяне. То есть, вы понимаете, да, о чем я хочу сейчас сказать? То есть, президенты России также контролируют, полностью контролируют президента России. Охрана МОСАД охраняет Кремль и Путина. Да, внешне где-то бегают там российские мальчики. А потом, вы же не знаете, россиянин он или нет. Израильтяне прекрасно говорят на русском языке. Многие евреи еще сохранили русский язык. Поэтому они говорят на русском языке. А для вас это русский, да, охрана русская. Но, видите ли, президента Путина обложили в Кремле. Батька Лукашенко обложили руками Путина. Обложили в Беларуси. То есть, вассал моего вассала, получается, мой вассал. А никак в учебниках истории не мой вассал, да? И внешне это не мой вассал. И так во всем мире, друзья. Китайцы контролируют Кремль. И совместно с израильтянами, совместно с сионистами, с Моссадом контролируют Кремль. Чтобы не вырвались. А вы думаете, что такое творится в России, это что? Дело рук элиты российской. Одновременно в это же время руками России уже, руками Кремля контролировалась Белоруссия. Поэтому очень быстро в 23-м году, 9 мая был парад, 10 мая не стало батки Лукашенко. Ну, а там дальше прислали двойника куклу замену из Китая. У него фигура китайская, у мужчины, который сейчас заменяет костюмчик, фигура китайская, ноги кривоватые, корпус очень грузный, большой. Он ровно на голову, ниже батки Лукашенко. Ну, Лукашенко высокий мужчина. Пойди попробуй, найди таких двойников. Ну, белорусам и так сойдет. Они же с тем, что они едят постоянно картофель, а картофель закрахмаливает мозговую деятельность. Да, и получаются люди закрахмаленные. Они многого не видят, не понимают. Да, это не тот человек, о котором говорил еще, кто у нас, руководитель Гамалея института, института Курчатова, Ковальчук. Нет, это не тот человек, который чиновник и который выполняет все указания, а это человек раб уже. То есть белорусов откровенно приготовили к рабскому существованию. Вам еще, друзья, хорошо? Сладко живется. Тепло ли тебе, девица? Мороз своего додозором обходит владение своей тепло? Тепло, говорит девица, тепло. А сама терпит, терпит, терпит все. Вот такова судьба многих-многих государств. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан, 30 августа 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok